Американские врачи обменялись с опытом с медиками Алматы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Специалисты Международного центра медицинских исследований и больницы имени Джонса Хопкинса рассказали об алгоритмах лечения инфицированных пациентов и проведении интенсивной терапии. Встреча, организованная по инициативе городского Акимата, прошла в онлайн-формате. В ней участвовали больше 140 специалистов из разных медучреждений Алматы. Айдана Нураш расскажет подробнее. Реаниматологи, анестезиологи, инфекционисты и не только все те, кто с первых дней пандемии находится на передовой в борьбе с коронавирусом, обсудили вопросы эффективного лечения инфицированных. Ведущий профессор медицинского центра имени Джонса Хопкинсона Бенджамин Боднер, один из создателей стандартизированных руководств по уходу за больными, поделился своим опытом. Он рассказал об особенностях проведения терапии пациентов, имеющих сопутствующие заболевания, и важности назначать лечение, удостоверившись в его безопасности. Принимающие стероиды могут развить гипергликемию и могут умереть не от ковида, как такового, а от последствия гипергликомии, которая может развиться с приемом стероидных препаратов. То же самое касается пациентов с почечной и печеночной недостаточностью. В случае приема антивирусных препаратов у них могут развиваться достаточно серьезные последствия. В самом центре успешно проводят исследования по лечению коронавируса. Американские специалисты рассказали о логистике внутри ковидного стационара, которая могла бы обеспечить максимальную безопасность пациентов и медперсонала. Сейчас важно обеспечить безопасность и максимально комфортные условия для врачей. К примеру, мы пытались потенциально или частично оказывать помощь пациентам вне помещения путем переноса точек контроля и насосов за пределы комнаты. Это необходимо, чтобы минимизировать количество времени пребывания сотрудников в одном помещении с больным. Антикоагулянты могут повысить выживаемость пациентов с коронавирусом в два раза, считают американские врачи. Разжижая кровь, они снижают риски появления тромбов. Особенно важно быть бдительным к пациентам, лечащихся на дому. Обильное питье, физическая активность заметно ускорят выздоровление, говорят специалисты.